Беларусь формирует вторую часть гуманитарной помощи для Амурской области. Первый груз 43 тонны детского питания доставили накануне в Благовещенск. Транспортный самолет МЧС Беларуси уже вернулся на родину. Помощь была оказана по поручению президента. Вместе с сотрудниками МЧС путь в 17 тысяч километров преодолел и мой коллега Владимир Королев, который был единственным журналистом на борту. Самолет с гуманитарным грузом на борту в Благовещенск приземлился ранним утром, когда в Минске было уже далеко за полночь. Борт МЧС Беларуси в Амурскую область привез 43 тонны детского питания Оршанского мясокомбината. Сейчас работы больше, чем было, когда наводнение, потому что восстановление разрушено. У нас более 100 деревень полностью попали под затопление. И сегодня комиссии работают, и нам необходимо где-то в пределах 500-600 домов сегодня построить, те, которые полностью вышли непригодны для проживания. Но в целом область понесла ущербов на 17,5 миллиардов рублей. Такое бедствие не помнят даже старожилы. За всю историю наблюдения за уровнем воды Амур не поднимался выше 8 метров. Невероятно снежная зима и ежедневные обильные проливные дожди на протяжении нескольких месяцев принесли колоссальные бедствия Дальнему Востоку. Еще две недели назад здесь уровень воды был почти с мой рост. Об этом свидетельствует вот эта ель. Сейчас село Владимировка, что под Благовещенском, почти избавилось от большой воды. Однако некоторые постройки до сих пор остаются затопленными. Сама вода сейчас ушла вниз по течению река Черного Дракона и дальше наносит колоссальный ущерб близлежащим поселениям на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация сейчас в пригороде Комсомольска-на-Амуре, в поселке Менделеева, прорвала дамбу. В самом городе вода прибывает ежечасно. По прогнозам, в ближайшие два дня уровень воды там превысит отметку в 9 метров. Белорусская сторона в спешном порядке формирует вторую часть гуманитарной помощи для Амурской области. Еще около 50 тонн тушенки будет тоже доставлено кровью в ближайшее время. Сначала мы хотели доставить около 1000 тонн картофеля, но будем, видимо, что-то менять, потому что трудности с большим сроком доставки, скором мороза, будет решаться этот вопрос в ближайшее время. Освободившиеся от воды районы сейчас спешно восстанавливают, чтобы успеть заселить людей до зимы. Впрочем, восстановить прежнее количество населенных пунктов не удастся. Некоторые поселки воды Амура уже похоронили навсегда. Владимир Королев и Алексей Правдиков. Агентство теленовостей.